Москит и комар – отличие в строении и внешнем виде. Многие из нас привыкли думать, что москит – это огромное насекомое с длинным носиком, на самом деле это не совсем так. Москит и комар – отличие в среде обитания. Имеется огромное отличие в среде обитания насекомых. Дело в том, что комаров можно встретить практически во всех регионах земного шара за исключением крайних точек северного и южного шара. При этом москиты любят теплый, влажный климат. Поэтому предпочитая тропические леса, часто их можно встретить в Крыму, на Кавказе или в Краснодарском крае. После того, как москит выпьет немного крови, его практически бесцветное брюшко окрашивается в коричневый или красноватый цвет. Это связано с прозрачностью его живота, который приобретает цвет крови после того, как москит выпьет немного пищи. Особенности размножения москитов и комаров Отличается среда обитания, а также места, в которых насекомые предпочитают выращивать свое потомство. Особенности Обычно комары для кладки яиц выбирают какие-то стоячие водоемы или болота. Для них необходимо, чтобы вокруг все было мокрое, при этом вода была не проточная, а покрыта мхом или какими-то мелкими водорослями. Именно в таких местах комар откладывает свои яйца. Со временем личинка подрастает, превращается в куколку, а потом выходит половозрелая особь. При этом после того, как комар покидает свое убежище, он может селиться далеко от местности с водоемами. Самка москита откладывает свои яйца вовсе не в водоемах, а в местах, где много органических остатков. То есть чаще всего москитов можно встретить на свалках. Личинок москитов обнаруживали в кучах с навозом или неподалеку от ферм с коровами или свиньями. В основном кровью питаются самки комара и москита. Самцы употребляют лишь нектар растений. Комарам нужна кровь только для того, чтобы нормально отложить яйца и вырастить потомство. Чаще всего москитов можно встретить на фермах с животными. Они могут там содержаться в огромном количестве, так как для размножения нет необходимости пребывать во влажном месте. Таким образом москиты могут облеплять тело животного и не давать ему спокойно жить. Наблюдались случаи смерти животного из-за нашествия москитов. Дело в том, что москиты мелкие и в больших количествах они могут забиваться в нос и уши, а также рот животного. Самое интересное, что самка комара может кусать в дневное время или вечером. Самка москита вылетает на охоту только после захода солнца. Главным отличием москита от комара является бесшумность. То есть самка москита, подлетая к своей жертве, не издает никаких пищащих звуков. Именно поэтому их так назвали. В переводе москита означает «кусающая молча». Как видите, отличий между москитом и комаром огромное количество, несмотря на то, что оба насекомых являются кровососущими паразитами. Для самки и самца кровь не является жизненно важной необходимостью. Кровь нужна лишь в том случае, если самка вынашивает яйца. Без крови они просто не развиваются и не растут. Таким образом, самка становится неспособна к уладке яиц.